В свое время, во времена моей молодости, моего отрущества стало модным разоблачение мифов советской пропаганды. В частности, героических всевозможных подвигов, которые были совершены во времена Великой Отечественной войны. И там на самом деле были подвиги, которые были весьма сомнительны. Там в частности, как пулеметы, как сейчас помню, захлебывались кровью героев, которые падали на эти пулеметы. Ну и так далее. Но еще больше, в сотни, в тысячи раз были реальные подвиги, абсолютно реальные. Возможно, слегка приукрашенные. Ну, как того требовала пропаганда. Так вот, их разрушали. Их разрушали иногда с перегибами, иногда очень по-злому, иногда просто идиотски. На сегодняшний день украинская пропаганда, которая взяла 99,9% от ненавистной ей советской пропаганды, поставила на поток создания новых мифов. Мифов о войне на Донбассе. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Ну, вернее, даже я не буду говорить. Смотрите, вот это сделано так и так. Я вам просто расскажу об одном подвиге. Подвиг начинался, как это обычно происходит, с похищения героя и продажи его в Чечню. И вот россияне похищают 40 украинских солдат. Вывезены людьми Рамзана Кадырова в рабство в Чечню. Абрамович Артем Владимирович. Пленники России. Список украинских военных, похищенных и вывезенных на территорию Российской Федерации. На самом деле история невеселая. История грустная. Это просто я показал до этого, какой был миф у украинских СМИ. А потом, когда парня опознали по ДНК, на самом деле он погиб, тогда уже началась другая история. Погибшего в зоне АТО героя похоронили через 9 месяцев после гибели, 24 мая. Похоронили бойца 30-й механизированной бригады Артема Абрамовича. Он погиб в прошлом году 12 августа. В танк, которым командовал 24-летний старший лейтенант, попал снаряд. Артем Абрамович сгорел заживо в боевой машине. Опознали его по ДНК. 15 июня история находит свое продолжение. На 15 июня в тыждень ЮА появляется первое упоминание о танковом таране старшего лейтенанта Абрамовича. Танковый таран. Давайте прочтем про танковый таран. Танк Абрамовича должен был двигаться с ними. Он разворачивался, чтобы выехать на дорогу. И тут на него, на бешеной скорости, выскочил один из российских Т-72. Как все дальше произошло, никто из бойцов точно не помнит. Танки столкнулись почти лоб в лоб. 14 сентября в Житомире на школе, где учился Артем, устанавливают памятную доску в его честь. На доске нет ни слова про какой танковый таран, к слову. 14 сентября в журнал Житомир устанавливают памятную табличку. На памятной табличке ни слова, ни про какой танковый таран. Вот дети участвуют. Который героически погиб при исполнении воинских обязанностей. Но в тот же день, на том же мероприятии, один гражданин произносит достаточно странную фразу. Последние его слова в радиоэфире были о том, что на позицию прорвались три российских танка Т-72. Они стреляли до конца, а потом пошли на танковый таран. Ну конечно же возникает вопрос, а какого же ляда ты молчал год, если у тебя была такая информация о том, что кто-то на кого-то пошел тараном? Кстати, кто на кого пошел тараном, я так и не понял. А почему ты молчал, а почему ты вспомнил сейчас? По какой такой имеющейся у нас информации? По имеющейся у вас информации, Артем в Чечню был вывезен. И вот уже через 10 дней появляется легенда. И вот уже 25 сентября появляется информация о том, что некий словацкий художник изобразил героический танковый таран на Донбассе. Вот как выглядел этот таран, по мнению художника. На создание картины автора вдохновила реальная сцена танкового тарана молодого украинского командира танка Артема Абрамовича. Молодой командир украинского танка намеренно врезался в российский Т-72, чтобы спасти отступающих солдат. Уже не российский Т-72 на него наскочил, а он врезался. Оба танка были уничтожены. Миф продвигают. Уже на следующий день молодая команда Саакашвили, вот Георгий Зубко, кандидат юридических наук, преподаватель даже, видите. Подвиг украинских танкистов останется в истории. Вот собственно сам подвиг, героический таран. Вечная слава героям. Подхватывают патриоты Украины. Подвиг украинских танкистов. После этого уже никто не ставит под сомнение сам подвиг украинских танкистов. Слава героям, как говорится. Никаких выводов делать не хочу. Вернусь к тому, с чего начал. Наступит время, и придут люди с холодными сердцами и с циничными глазами. И начнут один за другим разрушать такого рода мифы и легенды. Как это уже было когда-то в свое время. Когда-нибудь эти люди придут. Когда-нибудь кому-то, кто в эти мифы поверил, всей душой станет очень больно. Все это мы уже проходили. И зачем Украина по второму разу наступает на эти грабли, я не знаю. Украина по второму разу наступает на эти грабли, я не знаю.